Поехали. Иван Смирнов, младший. Добрый вечер. Привет. Как дела? Надеюсь, что дела у всех сегодня будут просто хорошо, просто великолепны. Потому что мы будем сейчас наслаждаться великолепной музыкой от Ивана Смирнова. Задавайте вопросы в чате, задавайте вопросы по СМС. И мы будем рады на них ответить. И просто будем целый час слушать великолепную виртуозную музыку. Ну, для начала, я думаю, можно и сыграть что-нибудь. Сейчас поиграем, ну, я не знаю, виртуозно, не виртуозно. Просто мы разыграемся, просто поиграем, и все. Чтобы было всем хорошо. И мы начнем играть для вас специально, чтобы вы настроились, чтобы мы настроились. Потому что мы никогда не играем музыку так вот. А, это какая-то музыка. Нужно специальная такая... Не, надо, well, 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 да. Надо начинать что-то играть. Нет, мы просто спонтанно. Мы много импровизировали, ну, окей, все, начинаем. Окей. Что? Может? Нет. Уже музыка. Alright. Сейчас мы расстроимся, хорошо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 еще не было, не было таких замечательных музыкантов, не было такой великолепной, я так понимаю, что это во многом была чистая импровизация, то, что игралось сейчас. Да, существует некая форма, но вообще, да, мы могли так до утра играть, но я понимаю, так сказать. Мы немножко ограничены эфирным временем, но еще сегодня будет много-много музыки, а сейчас небольшой вопрос. Иван, скажи, пожалуйста, с чего начиналось все это? С чего начиналась гитара, с чего начиналась твоя музыка? Как пришел в музыку? Пришел от безысходности, потому что начиналась она, как у всех начинается, с музыкальной школы, которую все ненавидят, колледж музыкальный, который все ненавидят, и ощущение свободы. А когда оно появилось, это ощущение свободы? Когда закончилось, закончилось обязательно обучение и началось только творчество? Обязательно обучение не закончилось, я его закончил сам. Просто я понял, что это не мой путь, и я смотрю по своим детям, им пришлось закончить, как армию. Настоял? Нет. Нет, нет. Вот. Но для свободы нужно что-то иметь внутри, какую-то сильную идею, надо чем-то быть восхищенным и жаждать каких-то открытий, иначе бесполезно. Тогда лучше закончить, много чего закончить, и ты будешь сайдманом или каким-то приглашенным музыкантом, и ничего ты не делаешь. А если ты чувствуешь, что ты знаешь нечто, чего не знают другие, и это хочется открыть всем, А что тебя восхищает? У меня открытие. Открытие новых пространств, каких-то ощущений, то, чего не разлито в мире. То, чего можно почувствовать и не понять. А я это чувствую, стараюсь понять и передать это людям, чтобы они почувствовали вместе со мной. Но для любых открытий нужна некая исходная точка, да? Как Колумб проплыл из Испании в Америку. Вот где твоя исходная точка для твоих открытий? Исходная точка, ничего себе исходная точка. Ну, быть искренним, быть просто, что значит исходная точка, я не знаю. Это уже какие-то... Это философские категории. Философские категории, и они касаются религии, я не хотел бы об этом говорить, но все связано. Просто надо быть, ну, честным в какой-то степени все. Я думаю, это удается в высшей степени. Я думаю, сейчас самое время для музыки очередной, великолепной, виртуозной. Иван Смирнов у нас на живом радио, я, Павел Сурков. Вечерние воскресные концерты возобновлены. Слушаем музыку. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Не хотел бы называть их кумирами, и вообще, кумир это такое слово, это то, что заменяет Бога, и вообще, ну как, я не хочу философствовать, но, да, в таком риторическом плане, да, есть у меня кумиры. Джимми Хендрикс, Майлз Дэвис, Спрэнкс, Запа, Чан Маклаффин, Пака, Пака, ну как так можно кумира? Скажем так, фигуры в мировой музыке, к которым ты относишься с уважением. Дело в том, что просто надо ориентироваться на самый высший, так сказать, класс, тогда ты, понимали, будешь ему соответствовать, если ты музыкант. На мой взгляд, ты в своем творчестве соответствуешь этим великолепным столпам мировой музыки. Дай Бог. Ты назвал замечательные имена, и среди них были как музыканты, которые ассоциируются в основном с рок-музыкой, такие как тот же Джимми Хендрикс, да, или Фрэнк Запа, так и вот такие люди, как Майлз Дэвис, которые ассоциируются с джазом. А вот ты сам себя, свое творчество, к какому, слово, стиль я очень не люблю, но, скажем так, в каком направлении тебе сейчас интереснее развиваться и двигаться дальше? Я нахожусь в одном направлении, меня склоняет и к джазу, и даже, ну не к року, конечно, но хотя от року у меня очень много, потому что я в свое время очень много проиграл музыки и рок, но мы сейчас даже сыграем, вот, так сказать, такой рок-н-ролльный мотив, но я в чистом виде рок-н-ролл уже, ну, так сказать, ну куда, уже в возрасте кто-то, и все такое. А джаз, ну что джаз, джаз, это прекрасно, джаз разлился до таких пределов, что он уже начинает граничить с академической музыкой, академическая музыка начинает граничить с джазом, и все такое. А в смысле, а вот эти те, чем я не собираюсь принадлежать джазу, но я понимаю, что такое джаз, и надо его понимать. Я играю просто вот музыку современную, так сказать, я не знаю, как это сказать. На твои концерты ходят и поклонники рок-музыки, и поклонники джаза, и очень часто тебя называют одним из лучших и рок-гитаристов, и джазовый гитаристов. Я могу объяснить, почему он, кстати, так происходит, да? Почему он называет? Потому что есть некоторые произведения, действительно, вот я пожелаю всем музыкантам, я не хочу кичиться, я человек, ну, так сказать, скромный. Дело не в рейтингах, и дело не в шоу-бизнесе, и кому сколько платят, какие деньги, и у кого какие идеи. Вот если ты написал музыку какую-то, и ты видишь, что она жива, и на нее народ откликается, и я тут не буду сейчас слезы лить и рассказывать, какие мне письма пишут, и как людей эта музыка вдохновляет, и все такое. Но есть некоторые вещи, я потерял даже мысль, когда они работают, и работают на людей в плане... Вне зависимости от стилистики, когда они придерживаются. Просто музыка, она их поднимает, инвалидов там поднимает, когда врачи уже отказываются, и вдруг музыка... Представляете, у кого они такие письма получают? Ну, во всяком случае, я понимаю, что я что-то сделал. Так вот я музыкантам, те, которые пишут свою музыку, вот в первую очередь желаю именно того, чтобы... Не надо менять программу, не надо менять музыкантов, напиши ты хоть одну вещь, или две, одну, одну хоть напиши. Вот я написал кое-какие вещи, пока мы, правда, их не играли. У нас впереди еще много времени, и я надеюсь, что ты их сыграешь. Ну да, я немножко путанно говорю, но извините, я просто расчувствовался. Мы тоже расчувствовались от этой замечательной музыки, ты обещал сыграть некую рок-н-ролльную тему. Мы в ожидании. Иван Смехов, куда скажем, мы пойдем. Иван Смехов, куда скажем, мы пойдем. Иван Смехов, куда скажем. Иван Смехов. Иван Смехов. Иван Смехов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Слушай, у меня все друзья, у меня много звезд Шоу-бизнесы мои друзья У нас прекрасные отношения Они все понимают Я понимаю Я понимаю где они Они понимают где я Мы же не будем мериться финансами Но и всем хорошо Там где они находятся Иван Смирнов На мой взгляд гораздо более разумная, добрая и вечная, чем многие звезды нашего шоу-бизнеса. И они к этому никак. Вот спрашивают такой вопрос. Сколько надо часов в день играть на гитаре, чтобы хотя бы через 10 лет научиться играть хотя бы чуть-чуть так же, как Иван Смирнов? Дело в том, что на гитаре не надо учиться играть. Есть симпульс такой, что-то, как я, например, как? Если мы можем назвать это занятиями. Просто трынькаешь, тебе приятно. Ну и трынькай ты себе по 24 часа, если тебе нравится. Не нравится, по 20. Вообще не нравится, брось ее. Это не скрипка, на ней можно играть ногами, руками. И никто тебе не скажет, что ты играешь не так, ты играешь плохо. Потому что посмотри, как играть. Нет. Как раньше гитары висели везде в каждой квартире с бантами в прошлом веке. Хотите, играйте как угодно. Если у вас душа, так сказать, лежит к этому, ради бога, играйте. И никто вас не осудит, что вы играете не так. Это не форзепиано, не скрипка, где скажут, о-о-о, старик, тебе надо получиться. Нет. У гитарей живет тем, дом, дом. У костра тухлая капуста. А много времени можешь провести без гитары? Или она тебе необходима, как воздух, как... Ну, я же двигаюсь. Я же, например, первый раз она у меня появилась очень вожделенно. Вы знаете, я как влюбился так первый раз. Ну, сильно влюбился так сильно. Со всеми вытекающими, понимаете, вытекающими, понимаете, да? А это мне было 12 лет, у меня только начало вытекать что-то. Вот. Только прошло уже 40 лет. Конечно, ну... И не расстаешься с тем, по-моему, с которым это... Нет, не так теперь, как было. Я могу без нее существовать какое-то время, и... Ну, я о ней помню, так сказать, не забываю. Но, если это интересно, я не знаю, можем рассуждать об этом, можем нет. Сейчас я скажу. Ну, так искренне, я так искренне скажу. Он... Ну, во всяком случае, есть такая мысль. Вот, например, ну, попал я по трамвай, знаете, как зайчик. Ему отрезали ручки, как у фейболити. Привезли его домой, оказался он глухой. Вот. Ну, и ничего страшного, я, так сказать, с ума не сойду. Если, так сказать, судьба у меня сойдет без этого дела. Я не делаю из этого фетиш, фетиш или как это называется. Но я могу сказать, что... Дай Бог тебе еще много-много-много-много лет прекрасного творчества, и мы просим музыки. Давайте. Итак, Иван Смирнов у нас на Желуде. Иван Смирнов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Больше, и больше, и больше. Я тоже надеюсь на это, потому что всегда какой-то приплыв новых людей очень интересен. Потому что у нас ходят, конечно, у нас есть своя публика и все такое, но публика настолько спонтанная, что если вы придете, вы себя почувствуете очень комфортно среди публики. Там не будет никаких фанатов. Просто идите сами, приходите. А у тебя есть какая-то обратная связь с поклонниками, с твоими? Может быть, какое-то постоянное общение? Ничего себе. Я имею в виду, что было такое, что поклонники твоего творчества потом становились твоими друзьями или хотя бы хорошими приятелями? Девушки, что ли? Ну, что сразу так сказать? Девушки, что ли? Может быть, и девушки. Ну, не знаю, не знаю. Да, возможно. Просто я не хочу об этом конкретно говорить. Телнетом. Да ладно. Понял, понял. Тогда вопрос следующий. Вот интересуется еще у нас, пишут, что у тебя какая-то очень интересная гитара, которая выглядит весьма необычно. Это какой-то специальный инструмент? Нет. Это такамин. Такамин – это такая гора в Японии. Фирма такая, которой я являюсь. Я эндорсером. Эндорсер и эндорсмент – это такая вещь, я рекламирую гитару, а, так сказать, фирмами обеспечивают инструментами. Ну, это самый мой любимый инструмент. У меня множество инструментов. Но это не от жира, поверьте. А по необходимости. По необходимости. Это долго объяснять. Я не хотел бы угляться об этом. Но это профессиональные такие всякие вещи. Ну, зачем? Если кому-то интереснее, отвечу. Ну, это такамин. Такамин, 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 такаминище. Один из твоих любимых инструментов. Хочу сказать, что, к сожалению, этот час пролетел у нас практически, как одна минута, по крайней мере, для меня. Да. У нас осталось время еще на одну буквально композицию. Все-таки хочу попросить, может быть, сыграть вот ту самую музыку, которая, по твоим словам, помогает людям не просто… Да, да, я все понимаю. Жить помогает. Хорошо. Да. А сколько минут осталось? Пять минут у нас еще есть. Ну, давайте ее сыграем, хотя я предполагал на другой ноте, так сказать. Но, действительно, это… Да, она не одна, но вот такая есть музыка. Мы ее играем немножко с клавишами, со всякими перкуссионными, всякими штуками, но и сыграем вдвоем. Она, да, действительно, это такая вещь, вот… Я не побоюсь на себя взять, что она не имеет аналогов, так сказать. Как она называется? Долгое озеро. Сейчас будет Долгое озеро от Ивана Смирнова. Я благодарю Ивана Смирнова и Ивана Смирнова-младшего за то, что пришли сегодня к нам. Спасибо. Спасибо вам большое. Надеюсь, еще увидимся у нас в эфире на живом ТВ и живом радио. Я, Павел Сурков, был сегодня с вами вечером. Услышимся. Иван Смирнов здесь и сейчас. Долгое озеро. Иван Смирнов. Иван Смирнов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok